Светлое будущее. В наступившем году автоград в буквальном смысле станет светлее. Пока на площадках массового отдыха ведется демонтаж елочных гирлянд, планы на ближайшие месяцы уже расписаны. Как и в прошлом году, ожидается и реконструкция старых опор освещения, и появление осветительных приборов там, где их никогда не было. О предстоящей работе горсвета следующий материал. Масштабные работы развернутся на улице Технической. Она, как и промышленный проезд, скоро выйдет из сумрака. Раньше освещения здесь просто не было. Оборудовать его планируется на участке от проспекта Хасана Туфана до Металлургической улицы. Хлебные 30-31 проезды также станут светлее. По словам сотрудников горсвета, работы уже идут. А вот дата подключения линий пока неизвестна. Получат новые фонари и старая часть города. Ремонт осветительных приборов пройдет на улице Хадид-Акташа. Похвастать освещением сможет и улица 40 лет победы. Вместе с капитальным ремонтом дорожного полотна здесь обновят и опоры. Все они будут из металла. Там на сегодняшний день освещение, скажем так, как аварийное только. С одной стороны только. А там уже и дороги нормальные будут. И разворота, и поворота, скажем так. И сужение, и расширение. С учетом этого там уже освещение будет переставляться. Но я не уверен, что все 100% опор, какие там есть, они останутся на месте. Так не будет. Трубообразные столбы заменят на граненые, старые фонари на светодиодные. Демонтированные с улицы 40 лет победы светильники не утилизируют, а перенесут в другие темные части города. Такие, как бульвар Камала. По плану Горсвет продолжит обновление в частных секторах города. Однако в этом году появятся и новые территории. Одной из таких точек станет поселок Орловка. Кое-где в частном секторе светильники закреплены прямо на столбах линии электропередач. Срок службы таких фонарей давно вышел. Их также заменят. Освещение придет в поселок Суар, на Элеваторную гору, в Сидоровку и в район Боровецких коттеджей. Любовь Захарова, Андрей Буслаков, Челны, 24. Продолжение следует...